Музыка Спортзал пятой школы на время превратился в площадку для соревнований по безопасности дорожного движения. Ученики младших классов закрепляют правила перед летними каникулами. Гостях у школьников инспектор по пропаганде безопасности, поэтому нужно быть не только ловкими и быстрыми, но и правильно давать ответы на вопросы о дорожных знаках. На классных часах и мероприятиях мы очень говорили много о дорожных знаках и правилах. Мы готовились, нам нужны правила, знаки на дороге, чтобы мы правильно переходили улицу. Дорожные знаки нужны, чтобы защитить нашу жизнь, нашу безопасность, безопасность всего района. Услышать задание, узнать дорожный знак и быстрее отнести его жюри. Выглядит все как спортивное состязание, но это важное соперничество, ведь дорожная безопасность детей – главная забота взрослых. А игра – доступная форма для закрепления материала по правилам дорожного движения. Улица и дорога – это очень опасные места для детей. И чтобы дети наши не попадали в ДТП и не попадали в различные неприятные ситуации, мы доносим до них, до их родителей обязательно, чтобы детки, конечно же, соблюдали правила движения. У нас очень много мероприятий. Государственная автомобильная инспекция Краснодарского края и, в частности, отдел ГАИ по Лобинскому району уделяют особое внимание профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. У нас в преддверии летние каникулы осталось уже недолго. Дети закончат заниматься в школе и будут в какой-то степени предоставлены сами себе. Ну а статистика у нас вещь упрямая и говорит сама за себя. И ситуация на дорогах с аварийностью у нас остается сложной. Чтобы не допустить ДТП с участием несовершеннолетних, мы совместно с управлением образования, совместно с образовательными учреждениями проводим различные мероприятия. Эти соревнования подтвердили, что младшие школьники знают основные дорожные знаки и хорошо, если выйти за пределы школы, будут соблюдать их требования. И хорошо, если родители тоже позаботятся о безопасности своих детей. К сожалению, у нас очень много дорожно-транспортных происшествий, где пострадали дети, происходит не по вине детей, а по вине взрослых. Но и здесь мы пытаемся работать. Преподаватели через родительские собрания, через такие мероприятия, через наши листовки, обращения, пытаются донести родителям о том, что небезопасно нарушать правила, что необходимо самим их соблюдать и не быть плохим примером для своих детей. Совсем скоро страна отметит 71-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Берлинской наступательной операции посвятили встречу со школьниками в Музее истории и краеведения. Наступательная операция велась на территории Европы с 16 апреля по 8 мая 1945 года. В ходе нее были освобождены захваченные немцами территории и взят под контроль Берлин. Для нашей страны операция имеет колоссальное значение. Об этом рассказали учащимся 10-й школы в Лобинском музее истории и краеведения. Мы проводим мероприятие для того, чтобы ребята знали о героических страницах нашей истории, о легендарной берлинской наступательной операции, чтобы в дальнейшем передавали память о подвиге своих земляков, дедов, прадедов, последующим поколениям. Так как, если этого не будет, не будет, собственно, и нашей памяти. Мало осталось с нами тех, кто собственными глазами видел, как совершались важные исторические события. Они уже не расскажут нам о тяжелом военном времени. Зато об этом могут поведать их дети и внуки. На встрече в музее присутствовала дочь участника легендарной операции Алексея Ивановича Кулжикова Ольга Турская. Я очень рада, что сотрудники музея пригласили меня на это мероприятие, посвященное штурму Берлина. И хочу сказать, что я горжусь тем, что я дочь командира отделения артиллерийской разведки 386-го отдельного саперного батальона 271-го гвардейского полка 33-й армии Западного фронта. Мой папа встретил победу в Берлине под руководством маршала Константина Константиновича Рокоссовского. Берлинская операция стала последней в Великой Отечественной войне. Не просто далось наступление участникам тех событий, в том числе и отцу Ольге Алексеевне. Дорога до Берлина была долгой и страшной. Кавалер двух орденов слав двух степеней, орденов Отечественной войны тоже двух степеней, ордена Красной Звезды, медали за отвагу, за взятие Кёнигсберга, за взятие Берлина. Я думаю, что это очень достойный человек, чтобы о нем вспомнили. На встрече школьникам показали музейные экспонаты времени Великой Отечественной войны, рассказали о самых интересных подробностях наступательной операции и, конечно, о героях, титулованных командирах и простых солдатах. Именно с помощью их крепкой воли и огромного желания победить был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. День открытых дверей организовали для учащихся учебных учреждений инспекторы отдела ГАИ. Сегодня в гостях ученики второй школы. Их встречает инспектор по проваганде безопасности дорожного движения Елена Семыкина. Сначала рассказ о истории образования службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В этом году ей исполняется 80 лет. В рамках юбилейной даты с 1 апреля по 20 мая проводится профилактическая акция вместе с ГИБДД. В преддверии этой даты сотрудниками ГАИ проводятся экскурсии нашего молодого поколения к нам в подразделение, для того, чтобы показать и внутреннюю сторону этой службы. Дело в том, что в основном все участники дорожного движения, сотрудников ГАИ и ДПС, видят только на дороге, осуществляющими надзор за безопасностью дорожного движения. Но у нас есть и прекрасные традиции, и много интересных исторических фактов, которые можно было бы рассказать ребятам о нашей службе. Школьники узнали, что за всю 80-летнюю историю деятельности подразделения дорожной полиции, оно претерпевало изменения, нововведения и, конечно же, реформы. Но, тем не менее, главной задачей ГИБДД всегда было и остается обеспечение безопасности на дороге. Прежде всего, проводя вот такие акции, мы хотим детям напомнить о соблюдении правил дорожного движения. Впереди каникулы летние и большие, и дети будут очень много проводить времени на улице, во дворах. Поэтому обязательно нужно напомнить. И вот именно так вот с интересом, в игровой форме, в доступной форме мы пытаемся им напомнить. В ходе мероприятия школьникам продемонстрировали патрульный автомобиль. Им рассказали и показали, какие приборы используются для измерения скорости видеосъемки. На вооружении службы ГИБДД сегодня самая современная техника, поясняет инспектор. Эти автомобили подготовлены специально для больницы. То есть они оснащены специальными двигателями, которые имеют много лошадиных сил, то есть форсированные двигатели. Это для того, даже наши обычные производства российского, да, приборы, тоже оснащены специальными двигателями, для того, чтобы мы могли бы догнать преступника. В этот же день ребята побывали в музее дела. Узнали о героических подвигах инспекторов, которые служили в Лобинском взводе дорожно-патрульной службы. Увидели громоздкие приборы определения скорости. Они были на вооружении службы в 70-е и 80-е годы прошлого столетия. И даже подержали в руках рацию, она достаточно тяжелая, отметили школьники. В завершении мероприятия гостям инспектор подарила на память обстрече сувенир, закладки для книг. Они будут напоминать детям о том, что правила дорожного движения необходимо соблюдать всегда. Сегодня я узнал, что полицейские тоже учатся, как и мы в школе. Они пишут экзамены, потом тренируются, ходят на всякие олимпиады, борцовские ринги. Детям было очень интересно посетить и посмотреть эту часть, потому что они всегда воочию видят на дорогах, как сотрудники ДПС следят за безопасностью на дорогах. А сегодня они увидели, как устроена полицейская машина, увидели, как проводят тренировки, как пробудят в свое служебное время сотрудники ДПС. Это нужно детям для того, чтобы в дальнейшем, когда они вырастут, стать послушными пассажирами, стать послушными водителями, стать послушными автомобилистами, и чтобы не нарушать правила дорожного движения. Такими мероприятиями сотрудники госавдоинспекции стараются повысить имидж своей службы и привлечь в свои ряды все больше смелых, грамотных ребят с большим желанием служить народу и обеспечивать его безопасность. Субтитры создавал DimaTorzok